всем привет мы находимся в париже во франции и тема франции последнее время вообще прям везде 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 и даже я здесь оказался недавно совсем прошел чем от мира по футболу не сборная франции выиграла и здесь все ввешано футболистами и такой вот небольшой флер и радость на недавно совсем ходили может быть и выходили в кино на фильм с томом крузом миссия невыполнима где тут гоняли вокруг триумфальной арки тоже было много везде парижа но и здесь будет пройти одно мероприятие о нем чуть позже расскажу и самый главный вопрос мы находимся прямо сейчас возле эйфелевой башни и многих обычно приезжающих сюда интересует вопрос она стоит того или фигня на палке и вот на нее вроде бы смотришь и она ну вроде бы не такая большая какая-то не такая сверх естественная какая-то немного коричневая и каждый раз когда вроде бы ты должен такой к ней прийти порадоваться увидеть чего-нибудь необычного упираешься в то что там какой-нибудь бац и и окружили и забором нахрен двойным стеклянным там где-то что-то демонтируют чинит чтобы зайти под нее уже требуются какие-то билеты и ты думаешь как это ужасно господи зачем я приехал париж эйфелева башня это кошмар но потом отходишь на пару шагов от нее подальше и понимаешь что здесь тишина никуда особо тебе там не мешает никто не впаривает тебе сувенирчик а ее видно прекрасный в перспективе мне кажется именно такие как раз места и нужно проезжать именно в таких местах она по-настоящему ощущается как что-то такое важное а между прочим эта башня один из самых посещаемых туристических объектов в мире и даже чтобы ее покрасить требуется 57 тонн краски красит ее раз в 7 лет как написано в википедии вот такая вот история ну а сегодня в этом виде мы погуляем по парижу посмотрим на какие-нибудь достопримечательности интересные ну и такие не знаю устроим видео зарисовки глазами обычного туриста который не бывал в париже не видал всех тонкостей и только-только начинает с ними со всеми знакомиться поэтому поехали кругом наверное шум может быть что-то будет не слышно но мы находимся сейчас на площади дворца тракадеро вот там за мной памятник генералу фошу и основная аудитория моего канала танкисты конечно же узнают памятник потому что именно он и стоит по центру карты париж в игре он как бы настоящий и так офигенно здесь оказаться потому что прямо вот за мной подо мной прямо сейчас то самое место где обычно легкие танки светит вот смотрите вот здесь вот может быть вы узнаете это место оно правда не за не такое как в игре немножко то есть тут где-то по-другому рельеф устроен но самое главное что вдали вон там есть та самая башня эйфелева башня которая довершает весь этот чудесный вид карты то есть мы как будто бы в той самой геймплейный локации которая воссоздана по мотивам оригинала конечно тулочки все другие немного прострелы как говорится не те но тем не менее вот поиграв однажды оказываешься здесь прям бау в голове как будто бы картину я вот здесь вы посвятил короче круто у меня эмоции прямо начинают наконец-то нарастать потому что потихоньку отдаляясь от эйфелевой башни почему-то все интереснее и интереснее начинается так что советую вам париж где-то тебя так от нее они к ней а сейчас мы находимся возле триумфальные арки этот памятник по идее судя по википедии воздвиг наполеона в честь своих побед но на самом деле пришли мы сюда не поэтому потому что вот совсем буквально таки недавно в кино видели как том крусс собственно лично зажигал по кругу вокруг этой арки на самом деле здесь столько дорог сходится в одну точку сойдешь с ума просто лучи в разные стороны даже не знаю сколько может быть 8 или больше и сойдешь с ума как бы переходить пешеходом вокруг этого всего действия по идее на арку можно спуститься по подземному переходу и при на нее прийти но под ней делать нечего забираться на нее нет смысла а самое наверное интересное это на нее смотреть чуть-чуть издалека там где мы как раз стоим такая вот прелесть это тоже один из самых-самых знаменитых элементов парижа самых главных таких туристических объектов здесь очень много народу ходит постоянно и самое главное ездил сам том вот так вот по кругу а он же против шерсти ездил даже вот так вот прямо по-всякому и делал вообще прямо запрещенные приемы никто ему не вписал штрафица это вот так люди переходят дорогу то есть светофорчик возле каждого-каждого и ты идешь и дешевле чтобы просто обойти эту арку требуется хренова гора времени потому что постоишь на красном раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь и уже подумаешь да и ладно говорится в задницу ладно в задницу конечно не стоит но подумать можно всякое пока переходишь эту дорогу какой полный катер туристов тут по реке пассения ходят просто огромные переполненные кораблики если продолжать нашу чудесную историю похождение по по парижу то прошло какое-то время мы немножко поужинали и становится ну опускается вечер на город и какое-то прямо ну вроде бы не знаю небо и небо но почему-то ну тут все испещено всякими разными пролетающими самолетами такими полосами и выглядит очень сказочно и тем более когда ефелева башня на закате если сейчас все у нас получится мы пройдем по маршруту и как раз к ней придем когда она будет уже подсвечиваться когда будет темнеть там вообще какое-то супер шоу ночное но пока мы сейчас находимся возле моста который называется алекса даже мост александра 3 отчет типа того смысл этого моста в том что он был построен вперед какой-то там франко-русской дружбы и уникальная его особенность в конструкции в том что его строили так чтобы он не воздымался вверх на самой на своей центральной части ну то есть чтобы он своим этим вздыбливанием не переграждал вид никому не в ту сторону моста не в другую не с реки на башне и так далее а это в те времена был такой большой инженерный выход потому что все мосты были горбатыми а он на всего на 6 метров как я вроде прочитал его выпирающая часть короче прикольно и он очень красивый там по золотый миллион всякая прелесть сейчас пойдем по нему погуляем и придем к дому инвалидов а здесь все не так и как бы не так звучит как пишется расскажу по ходу короче это чё за сосиска такая сухогруз какой-то что там машина едет слушай если начата яхта и у него большая 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 пипирка а он даже яхту на яхту поставил вон твою-то мать слушай ну чем не выход для парковки я надо подумать об этом решаю проблемы парковки в париже радикальным способом на самом мосту александра третьего оказалось вообще ничего интересного нету просто тупо мост он снаружи гораздо красивее смотрится но он продолжает идти и упирается в это вот здание которое за мной а это здание называется дом инвалидов ли дворец инвалидов и вроде бы звучит довольно странно думаешь еще как это инвалидов а если бы правильно его назвали бы как вот она по идее то это бы называлась бы дом ветеранов а это уже понятно во франции во времена всяких разных войн у многих правителей в том числе такого народа честного правителей была такая тема что они очень сильно беспокоились о раненых и тех людей которые остались следствием войны инвалидами как раз об этом и весь этот дворец и не могли работать не могли нормально там ничего делать и могли обеспечивать себя и поэтому их в этих вот в этом здании пристраивали там как-то какими-то там ремеслами которые не могли делать наделяли ну короче при приручали к делу чтобы никто не пропадал и все их содержали и поэтому с тех пор давным-давно вот так оно все называется дворец инвалидов с тех пор как бы прошло много времени но по сей момент здесь очень много всякого разного армейского эти ветеранского и что-то типа википедии пишут что около ста ныне живущих ветеранов до сих пор там проживают и на госдовольстве находятся вот но сам за само здание плюс за ним там еще огромные постройки она выглядит очень эпично и вроде бы дом инвалидов что простите дворец немного не вяжется но потом когда начинаешь расплетать как бы клубочек обратно то получается что ты понимаешь чё к чему и принципе а ну да тогда логично наступил прекраснейший момент и уже почти почти стемнело но еще не до конца и уже башня прекрасно подсвечивается искренне надеюсь что камера передает всю прелесть всей этой богебной картинки вообще хочется под конец вечера потому что мы так нормально погуляли на все посмотрели задвинуть такую тему такую теорию которая мне пришла в голову я так почему-то думаю что есть люди которые ну вот как бывают кошечники и собачники кошатники и собачники они как правило очень разные не бывает что там человек любят одинаково кошек и собак мне кажется почему то что с французским допустим и каким-то английским или иным каким-то миром вот какая-то тоже есть такая вот противосвязь например в моем детстве как бы не было большого количества французской культуры которая меня бы проникла я бы тут от всего восхищался вау дворцы вау там какие-то я не знаю какие-то вот французские особенности вау багеты как-то да все так вот не мое и я хожу смотрю на это все и меня это все не сильно возбуждает как например та же самая история была бы в том же нью-йорке я чуть ли там не каждую и каждый угол люблю рассматривать потому что там все как-то интереснее гораздо чем здесь и вот я и сижу и думаю еще не так почему есть люди которых восхищает париж восхищает франция и они прям ссутся кипятком а мне как-то как-то поровну наверно будет глупо сейчас пишите что вы думаете об этом в комментариях потому что наверное немного людей которые вообще беспокойны самой проблематикой такого вопроса но тем не менее я решил поделиться у нас сегодня вечер откровений ну вот и тем не менее я не знаю когда включится мерцающая подсветка этой башни богоподобная она вроде бы должна в ночи включаться вряд ли мы дождемся но тем не менее как бы париж все-таки он одинаково хорош и днем и ночью ночью он превращается в светящийся искрящийся а днем ты видишь отчетливо всякие замки небо и вот эту всю прелесть вот так конечно кроме любования всем империалистами парижа я еще и приехал сюда по делу и в это время проходил киберспортивные турниры по радужке по rainbow six age турнир назывался мажор и там соревновались команды в умении киберспортивно мыслить командная игра все такое и помимо этого всего для прессы разработчики этой игры показали различные новшества самым главным наверное изменением в радужке это то что появляются два новых оперативника clash и maverick чуть позже мы о них немножко поговорим но и переработали карту база херефорд maverick это пацан из отряда нападения и одном из главных его особенностей является то что у него есть горелка у горелки есть топливо которое периодически заканчивается и как бы несколько перезарядок этой горелки имеется смысл всего этого дела что она может прожигать стены она прожигает обычно разрушаемые стены без особенных проблем она также прожигает еще и стены которые невозможно так просто ничем разломать типа металлические или какие-то даже щиты многие наверно помнят что если поставить щит поперек двери то ты не зайдешь не просто никогда никто не может дачить никак взломать а этот чувак можно просто поджечь и он как бы сворачивается смысл этого всего прикола в том что maverick делает прожигание тихим и незаметным для врага то есть аккуратно где-то себе дырку прожег и ты уже можешь иметь хорошую точку прострела для себя и для всей своей команды в этом его как бы основная особенность конечно если запариться и долго-долго прожигать стену то можно и проход в ней прожечь но это его не главная особенность а именно основная фишка в том что он может делать небольшие дырки в любых разрушаемых поверхностях второй оперативник это clash это девица она англичанка и вроде бы так симпатичная она не выглядит у нее на голове нет ни единого волоса плюс она еще и темнокожая но это ничего не означает но просто сам факт что лысая девица лично меня не особо привлекает ее игровая особенность в том что она играя за защиту имеет щит а это впервые в игре rainbows x имеется ввиду что раньше нападение нас были только щиты монтаж там фьюз бегал со щитом blitz а здесь вот впервые в обороне причем у нее щит необычный он довольно большой закрывает большой сектор обстрела и неплохо танчит и самое главное что он еще имеет особенность электрофорезить всех окружающих но электрофорезить имеется то что он каким-то образом рандомно причем испускает лучи ближайшего врага то есть ты зажимаешь и он начинает стрелять немножко дамажа чуть-чуть но самое главное замедляет и он такой типа сдерживающий то есть пока у тебя щит в руках ты не можешь ничем стрелять щит является еще и основным оружием ты не можешь использовать одновременно со щитом еще и пушку и только на пистолетах или ппш как можно действовать и одновременно они не действуют щит убираешь назад только тогда можешь стрелять иначе просто стоишь и танкуешь я поиграл и за того и за эту и могу сказать что они получились довольно интересными любопытными но карта на которой нам выдавали играть это было только база хэрефорд да и переделали то самое ну как бы одна из самых базовых локаций наверное многие и но узнают и многие оценят то что она стала гораздо интереснее по переделкам но вот на мой сугубо личный взгляд оперативник мэйворик на ней смотрелся как-то не очень потому что проявиться на карте где почти все разрушается и очень много мест где как бы ты там сверлишь дырку а там врагов то и нету как-то не особо интересно может быть я просто игрок не очень ну а с другой стороны играя за клэш было наоборот интереснее но другой момент что тут требуется прям остро слаженная командная игра иначе но нет смысла отбивать пульки вражеские если союзник никакой врага в это время не подцепит в общем эмоции масса думаю вернусь домой и патч выйдет в радужке мы конечно не популяем но пока возвращаемся к нашим парижским прелестям а сейчас мы находимся в саду который называется сад тюлери он как будто довольно большой парк он и сад и какой-то здесь вот не знаю дендрарий много разного тут растет выращивается и много людей гуляют тут стоят всякие сидушки скамеечки а и тут не скамеечки стоят даже для туристов тут стоят стульчики и так прикольно почему-то каждый раз когда обращаешь внимание на то как красиво может быть в саду представляются наши сады где вы обязательно какой-то конструкции со скамейкой рядом предусмотрена еще и помойка здесь помойки стоят отдельно к счастью от от наших обычных парков поэтому она выглядит очень мило я не знаю получится ли что у камеры достать вон до той вон девушки которая вы сейчас прохожие пройдут и она прямо тупо на двух стульчиках раскинулась на один сложила ноги на другой сама легла и просто так мило ты берешь этот железный стул ставишь его как хочешь куда хочешь получается типа прикольно и тут не боится никто из местных что эти стулья кто-нибудь там ночью украдет или что-то типа того ну в общем то вот элемент доверия к окружающим да вот мне очень нравится он тут прям чувствуется много где в развитых странных ну а сейчас мы двинемся прямо вон туда вон к лувру потихоньку сквозь все эти красивости и еще хочу поделиться небольшой гастрономической радостью потому что наверное всякие там впечатления от парижа будут неполные без всяких разных местных парижских деликатесов в париже очень много чего как бы и недаром там этот как город считается одним из таких главных смысле моды смысле какого-то шопинга и так далее тут вот улица от триумфальной арки называется элисейские поляна не очень много разных дорогих магазинов вы там в один из мы даже видели очередь в бутик то есть у нас как бы заходишь в какие-нибудь бутики там не знаю даже близко очереди даже у нас даже в супермаркетах очереди то у них вот за предметами роскоши ну и в общем хочу поделиться вот чем это у меня в руках коробочка которая называется ля дури ля дури ля дури это типа местный то ли кондитер то ли хрен те кто ну короче это магазин где продают кондитерские всякие штуки причем необычно именно такие французские которые отсюда как бы по появились и тут упаковка такая в пергаменте все и эти конфетки называются макарони макарони как угодно их называют но смысл и в том что они сделаны из миндальной муки то есть здесь нет как таковой пшеничной муки именно миндальной и как бы их дороговизна заключается в том что они просто сделаны из очень-очень натуральных качественных ингредиентов которые сами по себе не дешевые и хочу просто одну попробовать потому что говорят что макаруни вот эти вот ладуричные они самые оригинальные самые офигенные и рецепт по которому их готовят они какие-то прям ну мега восхитительные по идее они походят немножко на какое-то нечто среднее между обычным печеньем и безе на такой чуть-чуть песочный по вкусу чуть-чуть такой воздушный но отличаются эти по идее должны тем что у них начинка такая которая ну супер мега яркая у нас когда где-нибудь ты пробуешь в россии подобные конфеты они честно все одинаковые разные по цвету но по вкусу все одинаковые поэтому попробую какую-нибудь одну вот зелененькую фисташковая например она очень нежная очень нежная фисташковая как бы тупо не звучало я прямо чувствую вкус фисташки она не приторная и наверное отличается от наших тем что действительно яркий вкус не просто цвет зеленый да и все одинаково сладкие потом доем чтобы как говорится осталось и на завтра ну блин каждая из таких конфеток стоит 2 евро и 10 центов каждая не пачка решил себя побаловать ну не знаю сверх естественного чего-то не уловил наверно если бы я сравнивал миллион разнообразных таких макарон наверное я бы отметил какую-то разницу но тем не менее все равно было очень вкусно дайте через все весь этот парк все-таки хоть он не очень-то и большой но когда уже ходишь ходишь целый день конечно тяжеловато за поэтому в лувру решили не ходить а он находится прямо за моей спиной чудесная эта пирамида стеклянная всем известная внутри находится какая-то прекрасная золотая загогулина хрен его знает для чего она наверное написано на ней если зайти внутрь но почему-то сил нету ну красиво блин тут тут так почему-то прикольно так тут все ходят фотографируются и такая атмосфера прямо вечерняя закатная и умиротворенные все ходят радостные довольны прелесть правда ведь не знаю что-то вчера вечером у меня было какое-то настроение такое что ну париж какая-то что-то все-таки не очень нравится она мне не очень в нью-йорке было как-то интереснее веселее а сейчас вот ходишь ходишь думаешь тут тоже очень красиво может быть по-своему так вот центр парижа вот эти все туристические самые главные достопримечательности они по-настоящему офигенно реально это город заслуживает того чтобы быть одним из самых таких желанных для того чтобы приехать сюда полюбоваться на всякие замки на эту всю красоту и просто посмотреть погулять тут не очень далеко все по идее слишком близко да и наверное от лувра до эйфелевой башни по пути можно посмотреть примерно все а это где-то около часу хода пешком ну если так не особо торопиться то есть вот ну а у нас сейчас новый день и мы находимся прямо перед все таки наверное самым красивым узнаваемым зданием во всем париже это собор парижской богоматери нотр-дам-де-парик как его называют местные это собор которому хренова гора лет который построен давным-давно его особенность том что в нем как таковых стен нету есть колонны арки и вот такое все и наверное и самых таких важных фактов которые надо знать что в нем находится из каких-то реликвий святых это типа терновый венок христа вроде как но зайти внутрь вы даже не представляете что значит зайти внутрь нотр-дам-де-парик если сейчас камера и получится посмотреть на ту очередь которая здесь стоит нужно как бы на коптере по идее бы взлететь но она начинается примерно вот здесь вот стоят вот люди 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 они вот двигаются потихонечку по одному потом очередь поворачивает они идут вот сюда вот сюда вот сюда вот туда вот туда вон туда вон туда 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 и на входе там еще змейка то То есть, как бы объяснить, примерно около парочки часиков нужно, чтобы, и даже если не больше, чтобы попасть на Нотр-дам-де-Пари. Но я понимаю, что многие туристы приезжают прям с целью оказаться именно внутри, но все-таки 2 часа из жизни стоять на месте я прямо не могу. Я ненавижу очереди, поэтому в очередной, который уже раз, остаюсь без того, чтобы попасть внутрь этого уникальнейшего здания. Но это, конечно, фасад, да, оно очень красивое и узнаваемое именно с этой части, потому что сколько игр компьютерных, сколько фильмов, где оно фигурировало. Но еще, а это же здание продолжается вдаль, и там тоже очень красивая тема. И я очень надеюсь, что нам удастся обойти с той стороны, найти хорошее место, чтобы с хорошим видом, красивым, всю перспективу этого здания передать. Поэтому мы постараемся, а вы ставьте лайк. Голубок-голубок. Здесь какой-то хор бабушек и детенек. Что такое не увидишь? Ну, а мы шли увидеть заднюю часть Нотр-Дама. Она прекрасна. Но, к сожалению, парк из-за деревьев особо не разглядишь чего-то, чтобы вот прямо совсем, чтобы вот прямо совсем, но чуть-чуть видно. Очень красивое здание. Прям вот бы всегда коптер притаранить и облетать его, если тут вообще можно это делать. Просто оно очень красивое. Супер готический католический храм, супер крутой. В Париже прямо напротив дворца Люксембургского происходит какое-то чудо. Супер-мега, супер-супер-супер длинный кран. Похоже, привез какую-то доставку. Так где такое вообще увидеть можно? Вот, а там чувачок хоп-хоп лутает. Сейчас мы находимся в ресторане Ле Прокоп. Он какой-то древний настолько, что на тарелке написано, что он основан в 1686 году. Говорят, сам Наполеон в нем ел. И вследствие того, что ему тут что-то понравилось, он даже оставил тут шляпу свою в качестве благодарности. И я очень бы хотел порадовать своих зрителей тем, чтобы показать гастрономические какие-нибудь прелести Парижа, в частности, улиток. И улиток заказал. Сейчас их готовят. И вместе дегустнем, проверим, насколько они резиновые, насколько они вкусные. И стоят ли они того, что они так много говорят. Ну, а пока лишь только принесли хлеб. Кутно. Хлеб кутно. Ну что ж, друзья, вот так они выглядят. Эти чудесные пацаны. Чтобы их правильно кушать, есть вот такие вот, как бы, хваталка специальная для улиток и специальная вилочка из двух зубчиков, которыми выковыриваешь саму улитку. То есть ты вот так вот должен, по идее, брать. Так, тихо. Берешь. Подцепляешь. Да что-то я не могу поднормально. Вот, 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 вот. И кушаешь. Вот такая вот улиточка внутри. По вкусу как воздушный шарик с чем-то зеленым и с маслом. Вот так вот. Очень странно. Но на самом деле жуется не очень долго. И довольно приятно. Легкие, солоноватые, как будто бы сам выловил в пруду. Стоило ли оно того? Ну, ради диковинки, да. Но, по идее, каждый день такое, конечно, кушать было бы глупо. В общем, друзья, в конце всего этого видоса хочется подытожить. Все-таки Париж офигенный город. Столько здесь чудесной архитектуры. Она одинаково красива, как и та, которую строили там Людовики миллион лет назад, так и та, которая современная. Очень много интересных зданий. Ну, по крайней мере, в центре, да. А, конечно, спальные районы и всякое метро, и вот то, что считается грязным таким, где много темнокожих. Вот это все. Это, конечно, не тот Париж, который хочется видеть. Но если в него специально не смотреть, не ездить в метро, ездить на такси, то в целом этот город оставляет прекрасные впечатления. Он реально очень-очень красивый. Если, короче, кто-нибудь вам скажет, что в Париже что-то типа грязное, тебе не понравится, не верь. Просто забей. Езжай и туда любуйся. Никаких денег тут особо не нужно, кроме перелета, само собой, и гостиничного проживания, чтобы нормально провести время погулять. Так что вот. Ну и напоследок хочется поорать, конечно. Я с этого старбаксовского юмора угораю всегда. Помните, меня в Нью-Йорке называли Фабиен вместо Павел? Здесь что-то новенькое. Бавейн. То есть официально я имею новое имя в старбаксовской транскрипции Бавейн. Так что Бавейн с вами прощается. И увидимся в новых видео. Если вам понравился данный вложик, обязательно поставьте палец вверх, поддержите старания и подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok